Поэтому для меня это немного было странно. Опять же, это на мой взгляд. Понятное дело, что пиндосы, они умнее, они лучше. Но на мой взгляд, просто это будет не очень эффективно. Данные вещи совсем не лишние. Нужно брать всегда на запас. Ты это все еще добавил, а сумка-то может и не вместить это. Всех приветствую, друзья. Сегодня мы с вами поговорим про групповую аптечку, которая выдается в вооруженных силах армии США. Покажем ее вам, расскажем про нее, что у нее есть в комплекте, что лично добавили мы сюда. Думаю, видео будет для вас интересным и познавательным. Обязательно подписывайтесь на Телеграм. Ссылка будет в описании, потому что сейчас, как мы знаем, Ютуб себя ведет очень странно. Поэтому подстрахуйтесь, пожалуйста. Подпишитесь на Телеграм. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал. Итак, переходим к аптечке. Такого она размера. Достаточно небольшого для данной укладки. Здесь мы видим стропы для крепления его на разные виды снаряжения. Можно закрепить на рюкзак. Также есть в комплекте вот такая большая лямка. На пояс ее лично я пристроить не смог. Она носится через плечо. Перед тем, как мы перейдем внутрь, хотел бы сказать, что данные медицинские укладки выдаются, как я уже сказал, в вооруженных силах США. И вот такой момент. У нас, к сожалению, в Министерстве обороны такие укладки как бы есть, но они оставляют желать лучшего. Поэтому чем скорее наше Министерство обороны позаботится о том, чтобы сделать хорошие медицинские укладки медику в подразделении, тем будет лучше. Потому что это все-таки жизнь бойцов. И чтобы не платить, не дай бог, погибшим по 7 миллионов, есть вот такие вот вещи, которые можно выдать, и боец будет спасен. Поэтому я надеюсь, что Министерство обороны проанализирует этот вопрос и сделает хорошие, добротные укладки. Они уже есть у нас, но просто в каких-то внутренних моментах, что касаемо наполнения внутрянки, оно все еще до сих пор оставляет желать лучшего. Поэтому я надеюсь, что этот вопрос будет решен, а мы пока с вами посмотрим, что внутри. Ремень здесь у нас отстегивается, находится на таких фастексах. Убрать ремень не составляет никакого труда. Первый момент. Это у нас здесь есть такой карман на велкро и на заклепочке. Вы его открывайте. Здесь мы видим ножницы. Они у нас зафиксированы на специальный комут для работы. Если вы их вдруг выроните, они у вас приедут обратно, чтобы не потерять. Также сюда из этого же комплекта я приспособил стропорез. Прикрепил на вот эту пуговицу, которая должна закрывать, потому что велкро вполне себе хватает. А чтобы не потерять подсумок со стропорезом, я его сюда вот так вот приделал. Здесь у нас сам непосредственно стропорез. Достаточно удобный, хорошо сидит в руке, удобно им работать. Достаточно хорошая инструкция к нему идет. И также в комплекте у нас есть запасные лезвия и запасные болты. Вот в таком вот маленьком кейсике вы его открыли. И здесь у вас находятся непосредственно 4 запасных болта и 3 сменных лезвия для стропореза. По поводу стропорезов быстренько скажу. Друзья, стропорез вещь очень опасная. Стропорезом нужно уметь пользоваться. Если вы не умеете пользоваться стропорезом, лучше возьмите обычный ножниц. Потому что стропорез это очень опасная, острая штука. Поэтому, друзья, будьте с ней аккуратны. Потому что можете себя так имползануть, что потом мама не горюй будет. Переходим дальше. Еще один здесь карман для размещения какого-либо дополнительной медицины. В комплекте шло крепление под фонарь. Дальше мы к нему перейдем. Оно у нас просто на данный момент лежит здесь. Переходим к основному отсеку. Раскладывается вот так вот. Здесь у нас одно вот такое огромное большое спасательное одеяло. Очень большое, очень массивное. Его можно использовать по вообще разным назначениям. Здесь есть краткая инструкция. Ну, не будем на нем долго останавливаться. То есть одно большое спасательное одеяло. Дальше. Идет шина в комплекте. Для поврежденных конечных переломов. Там вывихи там и так далее и тому подобное. Два турникета. Один мы уже открыли. То есть, чтобы он постоянно был наготове. Второй у нас запакованный. Два турникета. Кат от NAR. North American Rescue. Оригинальные. Два маркера. Две декомпрессионные иглы. Кратко по декомпрессионным иглам. Друзья, я сейчас нашел, ну, увидел такую тенденцию, то, что все пихают в свои укладки декомпрессионные иглы. Мой вам совет, то, что если вы вдруг не умеете ими пользоваться, лучше их не берите. Отдайте их своему медику, либо отдайте человеку, который умеет ими пользоваться. Потому что вещь достаточно опасная тоже. Поэтому ей нужно уметь пользоваться. Дальше. Два бандажа 6 дюймов. Израильские. Бандажи оригинальные. Обычный эластичный бандаж. Без подушки. Просто обыкновенный эластик. Две пары перчаток. Два гемостатических бинта на Каолине. Комбат Гаузы. Всем уже известные. Очень эффективные. Проверенные. На данный момент это лучшие гемостатические бинты для тампонирования на планете Земля. Есть хорошие очень реплики, которые повторяют их один в один. Но все равно Комбат Гауз Квиклок остается номер один в мире. Дальше. Значит у нас здесь 3Мовский. Назовем его скотч. Достаточно большой такой рулон для крепления чего-либо. То есть тут его прям реально достаточно много. Две негемостатические тампонады. Z-сложенные бинты в количестве двух штук. Фонарь. Очень пиздатый и крутой фонарь. Обзор на него мы сделаем отдельно. Потому что здесь множество режимов. Он очень классно сделан. Крепление вот как раз таки от него. Очень интересная штука, которая реально заслуживает отдельного видео. Это видео вы смотрите в воскресенье. Про фонарь выйдет у нас в среду. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать. Потому что данная штучка реально стоит внимания. Прям реально очень классная вещь. Дальше. Вот такие вот два у нас внутренних отсека. На велкро два вот таких достаточно объемных, больших кармана. Здесь у нас наглазничек. Два окклюзионных, окклюзивных пластыря, как кому удобнее. Потому что кто-то их назовет окклюзионные. Кто-то их назовет окклюзивные. Я сразу говорю два слова, чтобы профессионалы, эксперты в комментариях не возбуждались лишний раз. Дальше у нас идет вот в таком вот пакетике назофриангенальная трубка. С лубрикантом закрепленным к нему, чтобы не потерять. И спиртовые салфетки в количестве шести штук. Дальше у нас идет три штуки противоожоговых повязок. Теперь немного посмотрим сам непосредственно под сумму. Достаточно хорошие, эластичные крепления. Достаточно крепкие. Много разделений. То есть, чтобы дополнительно сюда еще что-либо разместить, вообще не составляет никакого труда. В этом плане все сделано хорошо. Хорошо, хорошая ткань, хорошая оригинальная молния. Все сделано добротно, качественно. К этому никаких вопросов нет. Дренажное отверстие мы здесь видим. Под сумок выполнен очень-очень добротно. Но единственный момент, поскольку это под сумок сумка на отделение, которого дается непосредственно медику. Я здесь лично не увидел абдоминального бандажа. Я здесь не увидел. По моему мнению, достаточно мало перевязки на отделение. Поскольку здесь всего у нас есть два бандажа. Больше нет. Комплектация, конкретно вот эта, мне пришла от друга. Ничего здесь не трогалось. Ничего отсюда не вынималось. Поэтому для меня это немного было странно. Сейчас мы поговорим о том, что мы добавили на свое видение дополнительно к этой укладке. Поскольку, возможно, я могу предположить, что мне что-то не дошло. Смотрел достаточно много западных видео и абдоминальных бандажей и еще остальных моментов не было. Поэтому мы это дополним. Поехали. Значит, первый это абдоминальный бандаж большой 12-дюймовый на брюшину. То есть при ранениях вашего пузика. Ну, то есть достаточно нужная штука. Я думаю, те, кто знает, что такое абдоминальный бандаж, меня полностью поддержат. То, что в укладке медицинской абдоминальный бандаж должен быть. Но здесь его почему-то не было. Поехали дальше. Перевязки. Поскольку у нас есть уже два 6-дюймовых бандажа в комплекте. Мы еще также добавляем два бандажа 4-дюймовых. То есть дополнительную перевязку. Я думаю, это тоже пригодится. Потому что, опять же, все прекрасно понимают, что также у бойца непосредственно есть своя медицинская укладка. Есть своя аптечка. Где есть как раз-таки еще дополнительный бандаж, если ему нужно. Но все же я считаю, что перевязки, перевязки должно быть, должно быть с запасом. Тем более в подсумке у медика. Опять же, это на мой взгляд. Понятное дело, что пиндосом они умнее, они лучше. Но на мой взгляд, нужно добавить сюда перевязочку. Поэтому две штуки еще 4-дюймовых бандажика дополнительные мы сюда положили. Дальше. Аппликатор. Значит, аппликатор CELOX. Здесь он 50-50, но мы его положили на всякий случай. Почему 50-50? Потому что им нужно, во-первых, уметь пользоваться. Второе. Не во все дырочки он влезет. Но все же лишним он здесь не будет. И мы его поэтому тоже сюда кладем. Демостатические гранулы, порошковые. 15 грамм и 35 грамм. Конечно, я отношусь к ним тоже 50-50. Потому что очень много есть моментов в плане того же самого ветра. Если мы возьмем, если вам эта херобора попадет в слизистую, в глаза или еще куда-то, ну, это будет печально. Поэтому тоже, опять же, им нужно уметь пользоваться. Здесь они лежат больше для каких-то, знаете, таких вот полулегких порезов. То есть, там, достал порошочек, там, порезик, еще что-то, присыпал и все. То есть, это больше как такая повседневно-вспомогательная вещь. То есть, по поводу порошков тоже умейте ими пользоваться по назначению. Но никто не отменяет то, что их можно использовать вместо ранения. Просто это будет не очень эффективно. Потому что действующее средство должно находиться непосредственно в ране. Не снаружи, не где-то. Оно должно быть внутри раны. Поэтому, как я сказал, 50-50, но все равно штука пригодится. Дальше. Еще два гемостатических бинта дополнительно к Комбат Гаузам. Еще два дополнительных. Тоже на Каолине. Это у нас проект Лив, потому что это, блядь, одно и то же, что и Комбат Гауз. Поэтому мы еще положили два дополнительных к Комбат Гаузам на всякий случай. Данные вещи совсем не лишние. Поэтому еще в количестве двух штук у нас дополнительно лежит. Дальше. Еще одна тампонада. Не гемостатическая. То есть, у нас две Наровские в комплекте идут. И две от проекта Лив. И еще также обычную тампонаду мы еще кладем. Сразу хочу сказать, друзья. Те, кто умеет грамотно и квалифицированно делать тампонирование, они справятся и без гемостатической тампонады. Они справятся и обычно. В сложенном там марле. А те, кто не умеет делать тампонады, им и не поможет. Значит, тампонада с гемостатиком. Потому что тампонаду нужно делать правильно. Потому что, как я уже сказал, значит, гемостатический бинт, он пропитан веществом. И он должен находиться непосредственно в ране. То есть, вы должны очень жестко затрамбовать и сделать это правильно. Это не работает волшебно. Этими всеми вещами нужно уметь пользоваться. Но почему здесь еще дополнительно не гемостатическая тампонада? Потому что ее можно использовать не только для тампонирования, а еще и для других разных моментов. Об этом мы как-нибудь запишем в видео, как пользоваться всеми этими делами. К нам сейчас едет отличный хороший симулятор, так скажем, для тренировок, тампонирования и так далее и тому подобное. Поэтому мы запишем отдельное видео по этому поводу. Дальше. Одна назофриангинальная трубка. И два лубриканта. Потому что лубрикант не обязательно использовать только для смазывания непосредственно самой трубки. Для более, так скажем, легкого его введения. Она может использоваться и по другому назначению. Поэтому у нас она отдельно еще лежит. Почему дополнительная назофриангинальная трубка? Объясняю. Бывали моменты, то что, значит, прорывалась вот эта пленка, попадала грязь. Да и просто, в принципе, на запас пусть всегда будет. Мало ли что. Потому что аптечка все-таки групповая. Дальше. Еще один наглазничек дополнительно ко второму, который идет в комплекте. Еще один дополнительный наглазничек, опять же, на случай проеба, либо еще что-то. Пусть будет второй. Еще одни перчатки. По поводу перчаток, значит, здесь в количестве двух штук, в принципе, их достаточно. Но на всякий случай мы, опять же, положили, чтобы подстраховаться от проеба. Бывают разные случаи, поскольку перчаточки – это очень важная вещь, потому что вы не знаете, чем болеет человек, которому вы будете оказывать помощь. Это очень серьезная вещь, потому что вы должны обезопасить в первую очередь себя. Поэтому перчатки еще, пусть будут на всякий случай, еще одни. И стропорезик. Еще дополнительно стропорез. Почему? Потому что этот стропорез, как бы я его не крепил, как бы я его не фиксировал, может проебаться. Может такой быть. Я все-таки приверженец того, что нужно брать всегда на запас. Поэтому еще один стропорез у нас лежит, находится в кармане на всякий случай. Дальше. Вот такую вот штучку я взял из марческой укладки. Здесь это, короче, краткая инструкция. Краткая инструкция, как этим всем пользоваться. Здесь у нас про бандаж. Здесь у нас как оказывать помощь. Как крепить наглазничек. Поэтапно все. Турникет здесь, конечно, TMT. Но, в принципе, что TMT, что CAD, они по, так скажем, своей конструкции, в принципе, похожи. Дальше у нас здесь, значит, как проводить тампонаду. Короче. Почему она здесь лежит? Я, в принципе, весь алгоритм и как оказывать первую помощь знаю. Но, на всякий случай, такие вещи должны быть. Вдруг, вдруг, человек, по какой-то причине. Блядь, ну это, конечно, странно, нахуй. Откуда у него тогда укладка, если он не знает, как ей пользоваться? Мало ли, человек не знает, как пользоваться этим всем. Либо кто-то вдруг погибнет. Ему достанется эта сумка. У него будет инструкция, хоть краткая, чтобы он изучил непосредственно, как этим пользоваться. Ну и просто я что-то могу забыть. Я тоже человек. Могу что-то запамятовать. Видео по поводу укладки, откуда у нас идет вот эта инструкция, можете найти на канале. Она у нас есть. Называется «Аптечка Запада», если я не ошибаюсь. И карточка пострадавшего. У нас она пока одна. Сейчас мы еще заказали, еще одна приедет. То есть, карточек пострадавшего, я думаю, должно быть 3-4 штуки минимум. На всякий случай. У нас пока что одна. Карточки пострадавшего в комплекте в этом тоже у нас не было. Очень странно, потому что пиндосы кладут везде карточки пострадавшего. И я все-таки думаю, что просто, к сожалению, у нас пришел некомплект. То есть, вот этих карточек не было по какой-то причине. Потому что я смотрел разных зарубежных блогеров, значит, что у них в комплекте. И тоже у кого-то была карточка, у кого-то не была. У пиндосов. Поэтому здесь ручаться не буду. Но все равно мы ее положили, карточку пострадавшего. И на обратной стороне также краткая-краткая инструкция на русском языке. Как пользоваться назофрингеналкой. Как пользоваться спасательным одеялом, бандажом. Значит, как правильно накладывать турникет. Ну и так далее и тому подобное. То есть, это у нас тоже здесь лежит. Итак, друзья. Значит, чтобы у вас отпал вопрос. Ты это все еще добавил. А сумка-то может и не вместить это. Сейчас мы развеем сразу вашу догадку. Потому что она вмещается. То, что мы уже добавили это все вмещается. И еще место остается. То есть, она реально достаточно объемная. Сейчас я это все уберу в сумку. И подведем итог. Итак, друзья. Все у нас находится уже здесь. Все сюда уместилось. И еще места здесь достаточно много. То есть, вот они эти там бандажи. Абдоминальные бандажи и так далее. Ну, думаю, вы мне поверите на слово, что сюда все уместилось. И еще даже здесь места достаточно. Там что-то сверху можно положить. Что-то вот здесь еще можно положить. Под засунуть. Боковые карманы. То есть, подсумок достаточно объемный. Я очень надеюсь, что наше Министерство обороны сделает примерно такие же укладки. Качественные, хорошие. Чтобы наши бойцы и наши медики могли пользоваться хорошими, качественными, качественными, блядь, элементами медицинского обеспечения. Я считаю, что это очень важно. Тем более в современном мире. Надеюсь, это видео вам понравилось. Вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Пишите свое мнение в комментариях. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok